Дорогие друзья, коллеги, я всех рад приветствовать снова. Так вышло, что пришлось мне заниматься много какими-то другими делами, которые никак не связаны с YouTube. Поэтому две недели, да даже больше, наверное, на канале новых видео не выходило. Но я вернулся, я здесь, и я вижу, что канал, собственно говоря, продолжал жить. Вы продолжаете писать комментарии, задавать вопросы. Это меня очень радует, очень воодушевляет. В очередной раз хочу вас от души всех поблагодарить, дорогие зрители и подписчики, что мы все вместе, что мы все, как бы это по пафосу, объединены одним общим делом. Да нет, на самом деле, друзья, я очень вам благодарен за то, что вы пишете комментарии, смотрите мой канал. Первое такое видюха после двух недель отсутствия. Я уже готовлю рецепт, я готовлю крем-суп. Ну и пока решил снять видюху такую вступить, но ответы там на комментарии. Несколько было комментариев давних, я помню просто, что я писал ответ, что я отвечу вам видеороликом. Вот отвечаю. Подписчица спрашивала, я помню, что вот что за такая крошка пудра свекольная, как вы делаете свекольную пудру. Я сейчас покажу свекольную пудру, ну, пудру, крошку, там, порошок свекольный, покажу еще один порошок и расскажу, в чем затеет. Все очень просто, но интересная вещь действительно. Вот, коллеги, вот эта свекольная пудра. Это свекла. Это обычная свекла, она может быть вареной, она может быть жареной, она может быть сырой. Вот по такому же принципу сделана, но не до конца перебитая, эта морковь. Это морковь, которую я сжег в духовке, сильно сжег, ну, специально, и тоже ее перебил. Но перебил, видите, вот не до конца, и у меня было просто желание попробовать, что получится, какой вкус, если сильно сжечь морковь. Вот поэтому я особо не старался, просто она лежит. Она дает такую горчинку, она может дать что-то, что-то загорчить, что-то такую отвлекающую нотку на себя, такой дерунок такой получается. То есть в некоторых вариантах это будет актуально. Она, значит, если ее посыпать в воду, она даст сок, то есть она даст вот эти вот крупинки. И это можно использовать как вкусовые добавки, можно использовать как украшения. То есть это может быть репа, морковь, это может быть что-то там зеленое, да, петрушка, там, укроп, да что угодно. Очень хорошо и очень кстати. Одна из наших подписчиц, по-моему, даже и к этому видео оставила свой комментарий, что я сейчас делаю примерно то же самое с луком. Человек берет лук, сушит его даже на батарее, и сухие вот эти листья в кофемолке перемалывают в пыль. И получается пыль вот, да, ну вот как вот этот порошок, луковый порошок, вкусовая добавка, супы, салаты, там, да, тушение какое-то, что угодно, совершенно правильно. Вот я поблагодарил подписчиков, сказал, что действительно, вот у нас вообще всегда, у нас часто подписчики делятся своим опытом в комментариях. Друзья, вы друг с другом делитесь, со мной делитесь, и вы что-то узнаете полезное от меня, я всегда что-то полезное узнаю от вас. Как это сделать? Очень просто, режем слайсы, далеко даже не буду ходить, вот у меня половина тыквы, я сейчас, вторая половина у меня, она запекается в духовке. Как вот можно сделать то же самое с тыквой? Мы его берем, режем на тонкие слайсы тыкву и запекаем в духовке. У кого есть сушилка, вообще идеальные варианты это сушилки специальные, дегидраторы, ну, так, дегидратор, то та же сушилка, только, ну, более такая мощная, более профессиональная штука, как правило, большая. Вот, неважно. Духовку я, я использую духовку, я вот с дегидратором все никак не куплю. Вот, или сушилку, ну, сушилку, наверное, куплю сушилку скоро все-таки, такую маленькую какую-то там, как она там называется-то, хозяюшка, я не знаю, не помню. Вот, в общем, сушите так, чтобы вся влага ушла от дегидрирования, это процесс дегидровода, дегидрирования, убирания воды, убирания жидкости. При этом, при всем остаются витамины все, то есть, это можно просто вот помидорки, еще что-то, овощи какие-то, что угодно, люди просто сушат себе, вот. И, а дальше уже вы перемалываете, вы используете для этого блендер. Это может быть блендер ручной, погружной, это может быть стационарный блендер. Но стационарному блендеру нужен объем, то есть, вот, 10 таких ломтиков не для стационарного блендера, ему нечего мешать, надо побольше брать. Тогда будет хорошо, эффектно. Вот. И все, и у вас получается вот такая пыль. Ее можно использовать как приправу или как украшение. Вот если вот это положить в блендер, в кофемолку и перемолоть, будет вот такая же точно пыль. А смысл, ну, меняется смысл, меняется консистенция, все. Ну, то есть, вот, вот это так работает. Ну, что тут, коллеги, на остальные ваши вопросы я отвечал уже в комментариях непосредственно. Могу сказать лишь только что, как, ну, как я только что уже сказал, выход видео возобновляется. Скоро приготовим суп, поговорим о соусах, приправах, покажу, сделаю обзор нового, более компактного су-вида от нашего партнера про гурман, к слову сказать. Вот. И скоро, ну, как скоро, в принципе, месяца полтора назад, да, все каналы слились у нас в один, я это все показывал, видео на тех каналах висели. Вот. Канал Кухни и Техника окончательно я закрыл, его больше нет. Вот. И хочу сказать, объявить, что наш канал хочу научиться готовить, я скоро, как и задумано было, переименую. То есть, вот этот вот значок, который, вот этот новый сейчас, да, аббревиатура, это аббревиатура факт, то есть, food and kitchen, еда и кухня. И канал станет называться еда и кухня. Раньше это было, ну, и сейчас пока что хочу научиться готовить. Вот. Теперь это будет называться еда и кухня. И, ну, то есть, ничего не меняется, кроме логотипа и канала, в общем. И все мы, ура, вперед, так сказать. Остается только сказать, что все видео начнут выходить в обычном режиме. И поэтому желаю вам категорического здоровья и встретимся очень скоро в новых видеороликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok